Здарова! С вами снова Андрей Скутерец. Вот Шумай сидит у нас тут. Познаёт секреты вселенной по РЕН-ТВ. Он там рассказывает, кто ядерную бомбу сделал. И как ему во сне это пришло. Поведали Анунаки ему это всё с планеты Нибиру. Короче, Лёха просвещается. И что мы сейчас будем с тобой делать, Лёха? Просвещение пора заканчивать. Надо идти делать что-то. Надо делать штуку. Какую? Скварную. Да, погнали. Всё, достанем мой новый байк и будем его рихтовать. Я тут так пораскинул мозгами и подумал, всё-таки зима на дворе. На скутерах не погоняешь, там на мотоциклах тоже по дороге не погоняешь. Только модкросс можно поснимать. Вам стало скучно, да? Ну, в то время как другие блогеры выкладывают видосы вообще с лета или какую-нибудь перхоть, как выбрать экип правильно. Лёха поедает конфеты в это время, короче. А мы снимаем хоть какой-то движ вживую. Ну, я так понял, вам это неинтересно, поэтому придётся залезть под навесик, где стоит всё моё легендарное старьё. Выкатить отсюда дедовскую телегу. Вот так вот. Так, чё у нас тут есть? Бобина, дрочископ, кроссовая альфа, авантис. Грязный Стас, но это не сегодня. Дио, вино и кускварна. Сегодня мы начнём с неё. Давай, Лёха, выкатывай. У меня не получается одной рукой. Я снимаю она. Дио, осторожно, осторожно. Это легенда. Она ещё будет летать когда-нибудь. Да, надо сделать её по-любому. Да, короче, вы поняли, да, у нас сейчас дебил, дегенерат. Не ломай вино. Короче, вы поняли, да, у нас сейчас это, блоги начались, лайф. Ну, не то, чтобы лайф даже. Да давай, толкай, куда иди, я тебя снимать буду. Стоит, блин, не знает, что делать. Мотоцикл не может выкатить. Жопу буду твою снимать. Чё хочу, то я снимаю. У меня камера. Я и сам себе оператор и монтажёр сегодня. Я стесняюсь. Вот она, вот она. Когда-то мы снимали на неё обзор, на байк на этот. Это Husqvarna SM570R, насколько я помню. Правильно она называется, вот так. И она немного в галимом состоянии, потому что владельцами её был Фидерман. А Фидерман у нас парень недалёкий. Положил её за дедовский сарай на пару лет, и она там полежала. И в общем и целом стала, ну не очень, не очень качественной. Поэтому сегодня мы отвезём её в гараж. Будем разбирать. Попробуем завести, если у нас бензин есть. Потому что у меня деньги-то все кончили, все бензин. У бабушки брал деньги в последний раз, чтобы галант заправить. В общем, не знаю, заведём или не заведём. Нет денег на бензин. Ну да и хрен с ним, ещё займём. В общем и целом, да. Сегодня посмотрим, что с двигателем, со впуском, выпуском цепи звёзды. Я купил новые цепи звёзды. На этот байк. Сегодня мы их как минимум поменяем, а всё остальное уже по ходу сообразим. Короче, погнали в гараж брать запчасти. Опа, я пробрался в старый наш гараж дедовский. Тут немного уже прибрано. Вчера буквально целый прицеп говна опять отсюда вывез всякого. Дяди Лысовского и дедовского. Вон гилера стоит. Я думаю, вы понимаете. Ну, нормальные люди понимают же, почему я её сейчас не снимаю, не делаю, не катаюсь. Ну блин, ну неужели до кого-то ещё не дошло? Давайте спросите, почему я не катаюсь на гилере? Вот я вам даже намекну немного. Вон, видите, там белая на дороге лежит. Вот что это? Муафья. Да, вот поэтому я не езжу, потому что скользко по Муафье ездить по этой снежной. Так, о, жопа от YZ-а валяется. Что мне нужно? Я вспомнил, мне нужны запчасти. Блин, вот они. Да, давно уже заказал. Давно уже лежат. Смотрите, реклама. Ха-ха-ха-ха, реклама. Так, опа, да. Звёздочка, точнее две звёздочки и одна цепь. Сегодня мы их поставим на хаску, и она уже станет половину лучше, чем была, потому что те звёзды с цепью, которые стоят сейчас, убиты просто насмерть. Там вообще ничего от них не осталось. Всё, теперь срыгиваем отсюда и валим в сервис. Хотя нет, рано сваливать в сервис. У нас в нём закончились перчаточки, поэтому у дяди Лысенького с дедушкой надо немножко их стырить. Ещё есть новенькие, красивенькие? Ладно, стылю только себя, шумай, пусть в старых ходит. Лошара, спалил. Ой. Ну давай солярочки цепанём с собой 20 литров, чтобы тепло нам было. Почему тут одна их, должно быть две? Байки монтировать. Ну и ладно. Давай я даже варежки одену и возьму калистрочку. У нас так-то печечка на солярке функционирует, поэтому её надо покупать. А в месяц, я так посчитал, на это всё уходит 25 тысяч рублей. Это как квартиру снимать, только чтобы в гараже было тепло. На самом деле сейчас это не так. Это раньше было вот в этом большом гараже, когда он ещё весьдерявый был. Реально 25 тысяч отапливали его в месяц. Теперь же где-то тысяч 10 максимум на соляру уходит, потому что сервис маленький, но и щелей там нигде нет. Мы новые ворота сделали и всё такое. Всё. Давай, Лёха, ты короче котя, а я калистры тачу. Да, кстати, а мне вот реально интересно, как это работает, зажигание. Кстати, оно только под углом видно, что оно светится. Но тут нет ни аккумулятора и ничего нет. А мопед стоит уже полгода на улице. Реально что-то меняется там даже. Тут аккумулятора нет, ничего нет. Это настоящий мотор, типа вот прям как кросс, в нём ничего нет. Только вот фара. И всё работает от генератора без аккумулятора, насколько я помню. Он деревянный, но каким макаром эта штука светится, я так и не понял. Ладно, сегодня его разберём, хоть что-то познаем новенького. Ой, я уже задолбался, если честно, тащить это ведрище. Резина лысая, задняя ещё и сдутая. И кеды при этом вообще никакого зацепа не имеют со снегом. Короче, тут не то, что доехать. Дойти с мотоциклом вообще просто нереальная задача. Не могу вот сюда заехать, потому что сам падаю нафиг в этих кедах, и мопед застревает. Короче, сейчас сдуём шума, мы будем вывозить ситуацию. Давай, Лёня, пускай! Прибыли мы, короче, в сервис. Сгорем пополам. Сейчас закатим байк на подъёмник сразу же. Оформим по полной программе. Затопим печь. И попробуем разобраться. Что надо отрихтовать в этом байке? Оля, я раскручиваю её! Раскручиваю! Я её закручиваю. О! Всё. Хаска зафиксирована. Теперь надо закрывать ворота и начинать съёмки. Байк немного запылился, пока стоял. Коты его весь обосрали. Ну, а теперь пока я отдыхаю, после того, как катил этот мопед сюда, расскажу вам немного про него, потому что не все, наверное, его видели. Когда-то давным-давно совсем я снимал на него обзор. Причём один обзор был под спайсом. И Валдырь там даже присутствовал. Второй обзор нормальный. Но они оба, по-моему, удалились к хренам собачьим. Это всё YouTube. YouTube дело непростое. Один раз... Нет, сперва, точнее, ты выкладываешь с музыкой, всё нормально. А по-моему, через полгода тебе прилетает страйк, и тебе говорят, что ты гондурас. И тебя скоро уволят с YouTube за эту музыку, короче. А ещё можно, допустим, разок съездить в Крым на Альфе, и после этого тебе кидают страйк за политику, и кидают второй страйк после того, как ты снимаешь видеообъяснение, и твой канал закрывают на две недели, а третий страйк кинут. И вообще навсегда ты останешься без всего. Короче, YouTube дело такое, да. Поэтому мы жопу сейчас сосём максимально. Но не будем печалиться, мы всегда прорвёмся, потому что мы мотобратья, блядь. Лёха, по-моему, охренел от того, что я сказал. Мотобратья. Да ладно, короче. Этот аппарат я купил примерно... Ну, я так полгодика назад, ещё в конце лета, или в середине лета. Обменял, в общем, на свою тройку BMW E30 у меня была, и Фидерман мне ещё доплатил сверху. Отдал мне свой мопед старый, на котором он катался, Husqvarna 570, СМР, по-моему, модель называется. Почти 600 кубов, один котёл, самый долбанутый моторт это получается, потому что вот он прям максимально деревянный, как красач, даже фильтров в двигателе нет, всё сделано максимально аскетично для того, чтобы побеждать, грубо говоря. Ну и в обслуживании этот аппарат тоже довольно-таки непростой из-за всех этих ухищрений. Например, цепь ГРМ здесь нужно менять каждые 10 тысяч километров, а я думаю, он проехал уже 1030 без замены цепи, поэтому она растянулась, скорее всего, будет громыхать, им опять будет дерьмово ехать. В общем, об этом нужно ещё подумать. Масло нужно менять вообще каждые 500 километров, то есть даже тысячу ты не проедешь, в Москву, грубо говоря, мне отсюда съездить, сколько получается, ну раз 10, и всё, и масло пора менять. А раз 10 в Москву съездят 10 дней всего, лишь каждый день масло менять в этом аппарате. В общем, да, такой он сложноватый в обслуживании, как я уже сказал, но зато крутой, можно и на трамплинах прыгать, и по городу на заднем валить. И что я планирую? Я планирую летом начать гонять уже не только по трассам, по кроссам, а ещё и по городу. Раньше я там, допустим, стантил на мопедах. Сейчас у меня для этого гилера есть, и вот этот байк. Только на этом байке можно будет отжигать ещё поинтереснее, чем на каком-то спорте. Он и валит две сотки, он реально 200 едет. При этом ещё можно на заднем ездить, прыгать по каким-то ступенькам, и что только нельзя на нём вытворять. В общем, классный аппарат. То, что нужно. Вот от спортов меня подташивает, а вот такая штука, это огонь. Поэтому сегодня я решил подготовить его к весне. Весна не за горами. Думаю, всего лишь ещё месяца 4, и асфальт растает, и можно будет покататься. И начнём мы с чего? Я просто посмотрю его внешний вид. Нужно пошатать, допустим, вверх-вниз заднюю часть мопеда, чтобы посмотреть в прогрессии, или в амортизаторе, бьют ли подшипники. Нужно попробовать его подёргать вперёд-назад, вывесить переднее колесо. Может, в вилке что-нибудь не так, или в рулевой подшипнике мёртвый. Короче, нужно полностью силовую конструкцию байка проверить, потом двигатель его, впуск-выпуск и привода, то есть цепь звёзды, вот их я как раз купил. Поэтому сейчас, сейчас сперва его весь пошатаю, скажу вам, нормально ли всё там с этими подшипничками, подвесочками, а потом начнём его разбирать, чтобы поменять звёздочки. Ну, я только что проверил передок, в передке вообще никаких люфтов, а вот сзади, если приглядеться, вот заднее колесо я дёргаю вверх. Вместе с маятником есть небольшой люфт, то есть это не амортизатор прожимается, а именно где-то подшипники стучат. А если дёргать его вот так в бока, то никакого люфта нет, и это радует. Поэтому, что мне нужно? Мне нужно будет заказать полный комплект подшипников-сальников прогрессии и в амортизатор. После этого этот люфт устранится, но ездить, конечно, с такой ботвой ещё можно. Ну, то есть, если там не прыгаешь на 30 метров в воздух, то особо это там ничего и не поломает. Поэтому сегодня я не буду их заказывать, где у меня и бавлана, это нет. А цель со звёздами я покинул уже давно. Поэтому сейчас снимаем задний каток, раскручиваем крышечки и начинаем монтировать. Прошло 20 минут, а на мотоцикле вроде бы как ничего не изменилось. А всё дело в чём? В том, что здесь стояли вот такие вот крашпэги, блин, или как это правильно называется у стантеров, я не знаю, но, в общем, они здесь по всему мотоциклу, на переднем колесе, даже на подножках есть. Ну и здесь тоже стояли. И что получается? Мы не смогли их быстро снять, потому что вот эти вот гайки внутри, они под 17-ю голову. А 17-я голова не влезает в саму эту хрень пластмассовую. Даже тонкими плоскогубцами не получилось открутить, потому что всё нормально затянуто. И что мы придумали? Мы просто горелкой разогрели головку, она туда вплавилась и открутила гайку. И теперь придётся все вот эти пэги подготовить под откручивание нашей 17-й головы. То есть мы будем их расплавлять, чтобы чисто отверстия были пошире. Всё, эту фигню всё с нами, тут ничего сложного. Вот эта вот самопальная ось просто покупается, типа, как это называется, шпилька длинная или не шпилька, но в общем с резьбой фигня. Она вставляется прямо вовнутрь оси, и тут уже пэги на неё одеваются таким образом. Теперь остаётся снять колесо, скрутить с него звёзды, цепь тоже расстегнуть, и после этого их поменять. И ещё здесь один угарщик кроется. Только что открутил гайку с колеса, и при этом ось вытащить не могу. Цепь, если приглядеться, вообще просто мясо. Вот насколько от звезды отгибается. Ну просто, кобздец цепи, она конченная полностью. И точно так же звезда уже стёрта. Тут не просто ровные вот эти прорези, они уже вот такие вот скошенные. То есть зуби скоро начнёт обламывать. При этом натяжитель цепи выдвинут настолько полностью, что он уже прижал вот эту вот втулку, и получается ось тоже зажатся. То есть натяжитель просто на полную катушку выкручен, и при этом цепь делает вот так. Поэтому сейчас натяжители нужно ослабить, закрутить обратно вот этот винт, и после этого колесо уже снимется. А ещё, мне кажется, в нашем гараже сейчас не хватает музла, поэтому врубим стереосистему, которую мне летом подарил Диабло Райдер. Сейчас у него канал, по-моему, по-другому уже, как-то и называется. Я не помню, если честно. Но спасибо тебе огромное за эту штуковину. Жить теперь можно на полную катушку, поэтому врубаю синий клык. Школьники, наверное, не поймут... Блин, что я сделал? Школьники, наверное, не поймут, что такое синий клык или синие зубы. Но для них расшифрую блютус. Раньше так назывался на некоторых неоригинальных телефонах. Подключаемся к колоночке. Так. Ну-ка, и что нам выдаст перемешечка? Давай, поехали. Ну всё, колштейн, естественно, рубит. Я снял переднюю защиту цепи звёздочки. Здесь, короче, звёздочка ещё более-менее живая, то есть не настолько сточенная, как задняя. Но всё равно я её поменяю. Коли новую купил, а эту оставлю. Но потом... Хотя нет, оставлять не буду, всю эту перхоть надо выбрасывать, потому что я её воспользуюсь ещё лет через 500. Зачем захламлять свой гараж? Поэтому вот это мне уже не нужно. Чтобы её снять, здесь нужно воспользоваться съёмником стопорных колец, нуля, отверточкой поддеть, если у кого нет. А цепочка снимается очень просто. Здесь есть замочек, плоскогубцами его подцепляете, скидываете и всё. Это грязная, драная, растянутая старая цепь. Снимается очень легко и выкидывается на помойку. Блин, господа, мы сейчас в шоке просто пребываем. Короче, на этом мотоцикле, когда ещё Фидерман катался до работы, он разгонялся 200 км в час, была максималка. Для мотарда, для обычного, не супер мотарда, а прям вот мотарда типа кросс 200, это очень много, ну прям запредельная какая-то фигня. Но при этом у него стояли звёзды, сейчас скажу, 14-48. То есть вот такое передаточное отношение. Мы купили, насколько я понял, оригинальное, я уж не помню, как мы это всё заказывали, но здесь передняя, она один зуб больше, то есть было 14, а станет 15. Это ещё выше скорость, получается, максимального мотика. А задняя звезда меньше на один зуб. Тут 48, а тут 47 будет стоять. И что получается, этот мопед у меня 250, что ли, поедет? Или он вообще разгоняться перестанет? В общем, реально какая-то лютая дичь, если он реально ехал 200, то сейчас он должен поехать ещё больше. Но при этом у него были короткие передачи. Вот я замечал, передачи очень коротенькие, когда пробовал кататься. Получается, сейчас и передачи подлиннее станут, мопед вообще будет приятнее. Ну, короче, посмотрим, когда растает асфальт, а сейчас просто всё это поставим, будем наслаждаться его внешним видом. Давай, рассказывай. Снимай. Я хочу тебя поснимать, Иван. Я засмущался. Скажи, как теперь твоего брата зовут? Оман. Да, теперь он Оман. А всё почему? Снова. Ладно, Иван не хочет распространяться от греха к своему брату, но теперь его зовут Омин. Короче, звёздочка, вот новая, вот старая. Старая звезда, как оказалось, оригинальная до сих пор. Вот прям, 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 прям вот хускварно на ней написано. Чё-то ещё написано, походу. Походу, у байка-то пробег небольшой, раз оригинальная звезда до сих пор. Либо кто-то был очень богатый и ставил оригинальный звезду. Ну, я он не фидерк. Звезда алюминиевая, очень лёгкая, а вот новая, джетишная звезда стальная и очень тяжёлая. Но я думаю, мне это сильно не повредит, зато она походит подольше. Остальные же дольше ходят, чем алюминиевые. Боюсь, мотору не провернёт, она слишком тяжёлая. Да, и цепь сальниковая, кстати, её тоже не провернёт. Мне писали в комментах, на красач 125-й сальниковую цепь не ставить, потому что не провернёт мотор. Ну, скажите, на болты найти звезду. Да, кстати, вот Лёха сейчас скручивал болты со звезды, чтобы снять колеса, и половина из них слизалась. Но они шестигранные, закисшие. Вот где нормальные люди потом покупают болты? То есть, ради одного винтика идти на eBay, заказывать это и ждать месяц из Америки, это, по-моему, зашквар. Там, где-то же нормальные люди подбирают все разные винты, хорошие, качественные. Я вот пока не знаю. Кто знает, где можно винтов надыбить всяких разных, то отпишите в комментах. Ну, а не пишите в строительном магазине вот эти рисовые винты, которые серого цвета. Это зашквар. Такие иютины есть. Чё? Строительные иютины есть. Да у всех есть, наконец, строительные болты. Короче, чё, пока не буду ставить колесо, потому что, вот, например, вот это вот всё внутри говно от смазки цепи старой надо промыть. Байк-то так-то я хочу красивенький сделать, ну, чтобы самому кататься. Поэтому надо его весь разобрать сейчас, проинспектировать. Например, шприцелать. Да-да-да-да-да, товотницы. Прямо как на самых крутых китайских байках. Это же такое достижение. Появились товотницы, чтобы шприцелать. Ну, это вообще фантастик. В 99-м году. Новое введение, новое введение. Что значит 99-й год? В смысле, не знаю. Ну, это там с какого года этот мотоцикл пошёл? Ну, кускай, ну, это 2000 какого-то свежего. Свежая она. А у бороды на XR они пошли ещё с 88-го года. Так что китайцы с работницами опоздали лет на 35. Такие дела, да, китайцы опоздали лет на 35. В общем, с карбюратора у меня летом текло, прям вот как с конца капало, только сильнее даже. Её ставишь на подножку, всё выливается прямо по маятнику и на землю. Поэтому карб тоже нужно снять, посмотреть. В общем, я сейчас бак скидываю, седух скидываю, жопу скидываю, всё разбираю, как на красоче, всё перебираю. Карп де лорто. Карп де лорто, да. Пацаны, которые стонтят на смотровой, на своих скутерах, едят шаурму, пьют пива с нахрен. Сидят на картофе, калик покуривают, чилят. Они все говорят, что де лорто говно, скутеры на них не валят. Ну вот, например, на Кускуарне, на самой заряженной, вот де лорто стоит карбюратор. И, ребят, наверное, говно всё-таки Кускуарне. Да? МВ Агусто. МВ Агусто. Марзочи. Марзочи. Нет, не так английский. Давай. Марзоки. Давай. Итальянский язык после CH читается как K. Марзоки. Как Ламборги. Марзоки. МВ Агусто. ЗАГС. ЗАГС. 570. Брембо. Хигаши. Ликвимоли. Хигаши. Только с обратной стороны. Или Хигаси. Перечислили, короче, с Иваном. Едем дальше, разбираем байк. Но я вам этого не заснилал. Да, ребят, добрался я до карбюратора. Таких размеров дросселя я ещё не видал. Вспомните свои дросселя на скутерах и поплачьте. Это хреновина даже весит, по-моему, полкило целых. Просто жесть. Всё в нагаре. Видать, давным-давно не разбиралось эта хрень. Ну, по крайней мере, вот здесь в нагаре. Фильтр обосранный. И при этом патрубки полопавшиеся. Вот, если сюда приглядеться, надеюсь, вам будет видно. Вот здесь вот трещины идут. Но они не сквозные. То есть внутри их нет. Но на всякий случай, я думаю, герметиком это стоит всё промазать. Вот так фильтр выглядит. Вот она обосранная. Его тоже помыть, смазать надо. А вот и карбюратор. Как у вас на скутере, опять же, только раз, наверное, в пять больше. Такие вот дупла у него здоровенные. Пока не понял, какой у него диффузор, потому что... А, вот, сороковой, PHM-40. То есть вот такой вот DeWort у нас, Made in Italy, сороковой диффузор. Дуплище, ну просто нечто. Сейчас я его буду разбирать, все жиклеры продувать, прочищать. Потому что, я думаю, за два года или сколько он там стоял, естественно, там всякие отложения появились. А если в жиклерчике хоть чуть-чуть какая-нибудь пакость забил, всё, мотоцикл работает не так, как надо. Поэтому сейчас я снимаю ещё дроссель отсюда. Разбираю карб, всё это кидаю в бензин или в какой-нибудь очиститель. И всё это дело промываю. После этого, я думаю, в двигатель я уже не полезу. Единственное, вот этот декомпрессор попробую подослабить. Вот так эта система работает. То есть, видите, рычажок двигается. Здесь я его нажимаю, чтобы, типа, глушить его. Он глушится декомпрессором, потому что здесь вот эта кнопка... А её и нет вообще. Старт-стоп-кнопки, то есть, точнее, стоп-двигатель. Нет, кнопки декомпрессором глушатся. Но, насколько я понял, так как свободного ухода у этой фигни вообще нет, то, может быть, он постоянно чуть-чуть нажат. То есть, назад его немного надо отодвинуть, чтобы мопед как бы не ехал на декомпрессоре. Вот. И больше пока, я думаю, ничего не буду делать. Масла у меня нет, денег на масло нет. Хрен знает, что у меня есть. То помою его, прочищу везде. Ну и цепь со звездами поменяю. Попробуем его завести. Послушать хотя бы, как работает по улице, пофорсить прям по снегу. Сказать, что я в шоке, это, блин, ничего не сказать. После того, как я разобрал этот карбюратор, я просто понял, что я ничего не понял. И до этого я ничего не понимал. Ну, во-первых, смотрите, как держится крышка. Ну, поплавковая крышка. Крышка поплавковой камеры. Ни одного винтика по контуру нет. Мы сломали мозги, как она прикручивается вообще. То есть, видите, здесь нигде не прикручиваются винты. Оказалось, вот этот нижний винт, который главный жиклёр закрывает у всех красочей, снимаешь, и она откручивается полностью. В то время, как у других красочей такого нет. Она тупо жиклёр закрывает, и всё. Крышка поплавковая прикручивается ещё на винтах. На отдельных. Едем дальше. Жиклёры все зелёные и полностью в говне. Не мудрено, что мопед, когда я его купил, стрелял очень сильно и непонятно работал. Вот где кроется причина. Карп полностью засрат. Едем дальше. Берём карбюратор, разглядываем его, и видим, что поплавок какой-то странноватый немного. То есть, вот, железка эта не похожа на полноценный поплавок. Лёха увидел это и просто усрался. Вы посмотрите, где находятся поплавки. Их два здесь. Они находятся в самой крышке и делают вот так. То есть, вот это вот поплавок здесь. Я серьёзно такой мудрёный карбюратор вижу первый раз. Крышка непонятно прикручивается. Поплавок через жопу вообще. Жиклёры тоже какие-то нелепые. И тут ещё нашлась поломочка, к сожалению. Если приглядеться вот к этому поплавку, внутри него плавает бензин. А это значит, что это уже не поплавок, а говно на палочке, которое не будет всплывать и тонуть, когда нет бензина. Ну, понимаете, когда он работает поплавок, он внутри полый, там должен быть воздух. А если внутри плавает бензин, значит, там где-то трещина. Ремкомплект на этот карбюратор, мне кажется, я хрен найду. Ну, можно будет попробовать, но сейчас я просто попробую вот этот поплавок отреставрировать. Каким-нибудь образом его просто заклеить, так, чтобы всё это работало и в бензине не расклеилось. Поэтому сейчас, чтобы снять вот эти штучки, тут нужно вот такой стопорок скинуть, их по одному почему-то на каждый поплавок. Оттуда нужно будет каким-то образом выдавить весь бензин и заклеить. А после этого прочистить весь карбюратор, найти прокладочку вот на этот винт, который всё держит. Потому что её здесь не было. То есть вот так просто примыкает, он сюда, и из него течёт говно из-под него. Ну, видно то, что тут всё в говне. В общем, работка есть. Я думаю, сейчас переберу карбюратор, всё сделаю, как должно быть, и мопед станет работать намного лучше, чем он работал до этого. Ну вот и всё, карбюратор полностью прочищен. Хотя выглядит он всё равно удручающе. Все жиклёры зелёного цвета. Но я не знаю, как отмыть эту пургу, потому что, ну, вовнутрь жиклёр, ты хрен залезешь щёточкой. И чтобы её отмыть, ну, он какой-то жёсткий растворитель. Я не знаю, чем это растворить. Может, очистителем карба специальным. Но бензин и растворитель вот эту фигню не берут. Ну, по крайней мере, хотя бы отверстие не забитое ничем. Также я заклеил поплавок, который был пробит каким-то супер-пупер навороченным клеем от Локтайт. Сейчас покажу, у меня его тут дохренища. Всё не то. Всё не то. Вот он, вот он, вот он, 460-й. Цианоакрилатный клей. Не знаю, что это за батлан. Написано, бензостойкий и очень крепкий. А нам это и нужно. Короче, заклеил, полностью разобрал этот поплавочек. И после этого промазал хорошенько. Вроде бы не застревает на этой фигне. Но посмотрим, что будет дальше. Главное, чтобы опять не начал протекать. Теперь всё это дело нам нужно собрать обратно. Я полностью карбюратора разбирал. То есть прям вообще до основания. Так, всё вроде нормально лазит. Сюда так и не нашёл никакую прокладочку. Поэтому не знаю, будет течь или не будет. А может быть, оно так и подогнано. Но сейчас ещё поройсь, может, найду. И всё, можно будет это всё собирать. Вот такой громадный здесь дроссель. И вот такая вот иголочка. С нелепым вот таким вот стопорком. Короче, всё необычно. Де Ворто, Италия. Сука, Ликс. Я не знаю, что делать. Серьёзно, нормальная цепь. Филиппе-то заказывал. Чё-то как-то колесо поставили. Она немного совсем провисает. Вот так ездит нормально же. Можно будет. Смотри, от звезды-то не отходит же. Смотри. А, не, отходит немного от звезды. Вот так потянуть. Она просто приклеивается. Короче, чё-то надо с цепью делать, Ванёш. Не с цепью. А с чем? Это драговая цепь. Маятник удлинительный. Ну, это не маятник. Вот до сюда. Так? И можно будет просто стартовать. Короче, разгон у меня, похоже, будет хороший. Да, на диске, на диске. Резину с неё. Понятно. Всё, ладно. Поехали пилить цепь. Ну, чё, дядя Лосик, будем запускать байк? Цепь только что порезали. Натянули, вырезали. Из неё 10 звеньев болгарочкой и выбили. Короче, всё чётенько. Только что подключил бензин. Всё вытащил. На Натали снимаем. Сейчас будет первый пуск. Хускватный, теперь он на фергуратор. Сейчас опозорюсь сто пудов. А кика не было. Вот если там не расставили. Мне кажется, я что-то забыл. Может, ключ? О, его же здесь нет. Ну ладно, попробуй правой ногой. Мопед-то ненормальный. Я сейчас сломаю сам. А! Давай, ёр. Попробуй. Я помню, что у Фидермана, держи, была какая-то особая технология. Там как-то подкручивал. По-моему, заладил. А бензин всё равно течёт. Странно. Бэк для сильных людей. Я подсос заберу. Ну вот, без подсос, видать, складывай. Вообще не хочется с ним. Смотри даже. Оооо! 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 Как он кусётся, а! Всё, круто! Сейчас прогреется и будем подстраивать. Всё, надо валить домой. Поехали как на баньке. Дааааааа! А пары работают. Попробуй. Стоит кресло. Газ-палас, Андрей! Сука, не едет! Все, ребята, на сегодня это все, подписывайтесь, ставьте лайки и я пошел спать. Спасибо, Аню. Я не умею.